Привет, друзья! Вот смотрите, эта картина вам уже известна, я надеюсь. Я о ней несколько раз говорил. Она нравится нашим участникам Школы Человечности, Школы Человека Будущего. Это как находить себе состояние, когда ты... Называется картина так, и участник события, и его свидетель. Чтобы одновременно быть в событии и одновременно наблюдать со стороны. А вот для того, чтобы человек почувствовал себя хорошо, в первую очередь, надо, чтобы на душе было тепло. А вот здесь холодно. Посмотрите, вот так и называется. Холодно. Ну какая картина великолепная, да? Просто, ну мне нравится, я надеюсь, вам тоже понравится. Ну свет падает не очень удачно. Ну что делать? Так. Вот сейчас она лучше. Вот посмотрите, она ручки держит над огнём. Ну вот какая хорошая картина. Ну обратите на неё внимание, пожалуйста. Да, она очень сильная. Эта картина маслом, а эта картина хорошим акрилом. Такое же качество великолепное. Я рисую только хорошим акрилом или хорошим маслом. Почему? И на хорошем холсте. Объясняю. Потому что когда вы рисуете, например, думая о том, что завтра вы скомкаете, выбросите в мусорный ящик, у вас не включается, творяется. Поэтому я обучаю людей рисовать, чтобы на душе было легко, чтобы были сняты нервномышленные зажимы, чтобы петь хотелось. И тогда рисуешь, да, рисуешь, как будто тебе помогает вся природа, помогает как Бог. Да, такое приятное состояние, когда на душе легко. Да, я покажу вам на следующем ликбезе и на следующем вебинаре, как это делать, чтобы на душе было тепло. А когда на душе тепло, все у вас получается. До встречи, друзья.